Ежегодно в четвертую субботу после Пасхи на Бутовском полигоне, месте массовых расстрелов в годы репрессий, совершается божественная литургия под открытым небом. 5 мая ее провел патриарх Теаруси Кирилл в сослужении духовенства Москвы и Подмосковья. Этой традиции уже около 20 лет. До сих пор неизвестны имена и точное количество погибших и захороненных здесь. За один год 20-го столетия с 37-го по 38-й было убито более 20 тысяч человек. Среди них священнослужители, не отказавшиеся от веры во Христа. Сердце трогает их подвиг, величайший духовный подвиг. Этот подвиг – основа нашего будущего благосостояния. Это невысокие слова, это то, что мы используем, что главная битва, которая идет сейчас за души, и главная битва не военная, не политическая, а духовная. И бутовские мученики ее победили, а теперь наша очередь выстоять. В богослужении приняло участие большое количество людей, приехавших сюда из разных уголков России. Им было лет 17 всего лишь. Вот это было под Орлом. И мало что известно, потому что у меня вся семья погибла практически на войне, а мать в детском доме оказалась. Среди молящихся были и местные жители, которые помнят время, когда после запустения на полигоне проводились работы по превращению его в мемориал. Все мы устанавливали тут, и рвы заравнивали, и выпиливали старые деревья, и холмы делали. Я знаю только одного шофера, который привозил. Он уже упокойник, жил в Боброве. И вот он нам рассказывал, как он привозил машины. Ему завязывали глаза. Это вот один господь свидетель. И говорит, меня уводили, заводили за забор. В кого попадали, в кого не попадали. Расстреливали, и все. А на машина была написана хлеб. На Бутовском полигоне расстреляны разные люди разных сословий. Каждый со своими убеждениями. Пострадали они за свою веру. За то, что они так глубоко верили, что шли на смерть, не отказавшись от того, во что верили, в кого верили. И, наверное, вот аура этого святого места, по-другому его никак не назовешь, она говорит о том, что если человек силен своими убеждениями, то он может преодолеть даже самое страшное – собственную смерть. В саду памяти, мемориальном комплексе, открытом в сентябре прошлого года, на гранитных стенах высечены, найдены в архивах, имена расстрелянных здесь людей. Ищу батюшку своего отца много-много лет. Но он был репрессирован, он был посажен мне. В 37-м году он оставил дом. А здесь 37-й как раз год есть. Ну, нахожу фамилии здесь, вот Стрельникова. Четыре фамилии, но, может быть, это братья, но не мой папа здесь пока, не нашла. Сад-памятник на Бутовском полигоне – единственный в России, созданный на месте массовых расстрелов в годы красного террора. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Аминь.